Вопрос номер 22. Этот город, расположенный за северным полярным кругом, владает уникальным комплексом промышленных предприятий с полным циклом производства генеталу. 45 минут. Именно столько времени дается для ответов на вопросы географического диктанта. Задания разделены на две части. В первой части 10 вопросов общей направленности, во второй 30. Здесь недостаточно просто эрудиции или знания фактов. Нужно применить логическое мышление. Они касались различных аспектов. География, которая относится к пятому классу, экономическая география, география, которая связана с историей освоения русских земель. Для нас очень важно, чтобы к нам приходили школьники, чтобы они осваивали просторы нашей России и самостоятельно, то есть в путешествиях, и чтобы они осваивали эти просторы через знания, чтобы мы повышали уровень патриотизма, потому что география, я считаю, как одна из таких историй, география одна из гуманитарных наук, которая формирует личность человека. Многие участники признаются, накануне восполняли пробелы с атласом в руках, но за ночь в данном случае не подготовишься. И хотя вопросы из школьной программы есть, где-то требуется подключать образное мышление и применять общие знания о стране. Конечно же, я привел своих учеников, и, может быть, ради них я сюда и пришел в первую очередь. Готовили как-то? Нет, нет, нет. Ну, морально, конечно, готовил. Телефоны свободно лежат на столах, однако ими никто не пользуется, и времени мало, и смысла нет. Особенностью географического диктанта является его анонимность. Перед началом тестирования каждому участнику присваивается идентификационный номер, и по нему экзаменуемый сможет проверить свой результат на сайте. Диктант был довольно несложный. На некоторые вопросы я знал ответы. Например, про красноярские столбы я буквально недавно там сам был. Это, по-моему, единственный вопрос, на который я 100% узнал ответ. Самые сложные вопросы мне показались про определение фотоснимков и какие-то области, регионы были. Большинство вопросов были знакомы из курса географии, и мне показалось, что нужно подтягивать свои знания, больше готовиться, изучать. Все-таки для профессии туризма это очень важно. Организатор международной просветительской акции – Русское географическое общество. Его основной целью является популяризация географических знаний и повышение интереса географии России среди населения. Уже 1 ноября на сайте rgo.ru появятся правильные ответы, а после 29 ноября каждый участник может посмотреть свои баллы. Катерина Матвеева, Андрей Толстихин. Новости на Восьмом.